Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Этот городской округ считается научным сельскохозяйственным центром, одним из крупных логистических центров Самарской области. Он, сохраняя первозданную красоту провинциальной глубинки, интенсивно развивается и уже занял достойное место среди муниципальных образований губернии. Итак, в сегодняшней программе речь пойдет о городском округе Кинель. На его территории сложилась уникальная по разнообразию и значимости экономическая база, представленная мощным железнодорожным узлом, межрегиональным центром сельскохозяйственной науки и подготовке кадров. Этот округ выполняет важную транспортную функцию среди городов России. Маленькой точкой отмечен он на географической карте, но является одной из крупнейших в мире узловых станций. Я представляю гостя в студии, глава городского округа Кинель Владимир Александрович Хирев. Здравствуйте, Владимир Александрович! Добрый вечер! Ну что же, а мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители. Вы можете сейчас к нам дозвониться в течение 30 минут и задать свои вопросы Владимиру Александровичу 202-11-22. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы. Ну а первый мой вопрос, Владимир Александрович, вам, что для вас город Кинель? Вот что вас связывает с этим городом? Насколько мне известно, ведь очень многое. Вот если заглянуть в вашу трудовую книжку, что там записано? Ну начну, наверное, с того, что Кинель – это моя родина. Несмотря на то, что я родился в Саратовской области, когда мне было 8 лет, мои родители переехали на место жительства, в город, на тот момент город Кинель. И все мое детство, юность и период становления как личность, как руководитель прошли в городе Кинель. Я закончил школу, ну а трудовая книжка, наверное, как у всех, как у многих вернее. Это закончил архитектурно-строительный институт, службу в армии. И с 91-го года вся моя трудовая деятельность так или иначе была связана с администрацией городского круга Кинель. Отдел архитектуры, комитет по экономике, создавал управление капитального строительства, и длительное время был его руководителем, 11 лет, комитет по управлению имуществом. В общем, прошел все ступени администрации города Кинель. Владимир Александрович, ну а какие задачи основные для себя вы как руководители ставите именно на сегодня, 2016 год? Ну, наверное, начну с того, что в прошлом году, в 2015 году были внесены очередные изменения в 131 закон, как раз касаемый органов местного самоуправления. В сентябре была выбрана Дума городского округа Кинель в количестве 20 депутатов, председатель Думы. Прошел конкурс на замещение вакантной должности главы городского округа Кинель, где конкурсная комиссия был выбран, утвержден, выбран как глава городского округа Кинель, утвержден в должности. И первое, с чего мы начали нашу совместную работу с Думой городского округа Кинель, это прежде всего с того, что наказы избирателей, которые наши кандидаты получили в ходе, на тот момент кандидаты в ходе предвыборной кампании, мы их свели воедино и просчитали стоимость. А сколько же будет стоимость всех наказов избирателей, которые были собраны? В денежном эквиваленте. В денежном, естественно, эквиваленте. Общая стоимость наказов избирателей по городскому округу Кинель составила порядка 300 миллионов рублей. На первый взгляд, это большая сумма, но она вполне посильная, вполне выполнимая даже для бюджета городского округа Кинель. И все наказы, все мероприятия мы разбросали на 5 лет. Эти наказы утверждены решением Думы, опубликованы на сайте, то есть каждый житель, каждый избиратель знает, в каком году будет выполнен его наказ. Стоимость наказов избирателей, которые включены уже в бюджет 2016 года, это порядка 40 миллионов рублей. У меня логичный вопрос следующий. В таком случае расскажите, в чем основные требования, чаяния, что просят, какие наказы давали жители, что самое актуальное? Самое актуальное для любого жителя, не только городского округа Кинель, это то, что его окружает. Это благоустройство, это дороги, это уличное освещение. И большая часть наказов касается как раз вот этих вопросов. Дороги, благоустройство, уличное освещение. Давайте поговорим о дорогах, вот ремонт дорог в городском округе Кинель. Тема всегда актуальная, а какие уже выполнены работы по строительству, по ремонту дорог, ну и, конечно, какие планы и перспективы? В городском округе Кинель порядка 300 километров дорог, из них 151 километр – это дороги с асфальтовым покрытием. Состояние дорог, в общем-то, как во многих муниципалитетах, оставляет желать лучшего. Ситуация изменилась в последние 3-4 года. Объем средств, направляемый за счет средств областного бюджета и городского, значительный. В 2015 году в капитальный ремонт дорог было вложено за счет областного и городского бюджета в порядка 80 миллионов рублей. В этом году уже проведены торги и определенный объем средств, которые мы направим на капитальный ремонт дорог, он порядка 120 миллионов. Это средства областного бюджета и городского. Ну, впервые в этом году мы заложили средства, так как большой объем дорог у нас и частного сектора, заложили 10 миллионов рублей на отсыпку улиц частного сектора, щебнем. Ну, как правило, частный сектор, значительная его часть – это старые домики, где проживают в большей части пожилые люди и, естественно, не имеют возможности произвести отсыпку. Отсыпку дорог частного сектора мы начнем. Ну, естественно, приоритетным объектом для городского округа Кенель является асфальтирная улица Маяковского. Это центральная улица города. Большой объем работ был сделан в прошлом году и в этом продолжается по перекладке коммуникаций, которые проходят под существующим полотном. Потому что нелогично было бы положить асфальт, а потом латать. Поэтому были переложены водопроводные сети, проходящие в прошлом году. Канализационный коллектор проложим в этом году. Мы сейчас завершаем работы по прокладке напорного коллектора. С дорожниками уже заключен контракт. Работы по срезке уже выполненных. К концу недели начнется уже асфальтирование полотна. Это будет современная городская улица с бордюром, с широким тротуаром. Так мы постепенно будем готовиться к юбилею. Следующий год города юбилейный, 180 лет. И я хочу, чтобы улица Маяковского приобрела статус улицы центральной и внешней, и по содержанию. Поэтому есть планы закрыть часть улицы для движения и сделать ее пешеходной. Это район ЗАГСа и стадион Локомотив. Будет сделана локальная зона отдыха, где горожане смогут проводить свой досуг с детьми. Наслаждаться красивыми видами. Владимир Александрович, мое личное мнение. Я хочу еще немножечко продолжить тему дорог. Все-таки дороги лучше строить новые, чем чинить платные. Конечно же, понятно, что все зависит от бюджета. Но вот ваш подход. Строятся ли дороги? И будет ли какая перспектива? Ну, дороги нужно сделать один раз хорошо, а потом их просто содержать. Поддерживать. Их просто поддерживать. Буквально вчера Николай Иванович сказал, что вот те дороги, которые сейчас встроятся в Самаре, это как минимум гарантия их основы и перспективы развития на 25 лет. Такие же дороги, основные магистрали в городском округе Нелли будут тоже делаться. Сделать дорогу, а потом, ну, естественно, будет изнашиваться дорога, а потом только латать верхний слой и приводить в надлежащее состояние. Хорошо. Продолжим наш разговор. Я хочу сказать, что мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть звонки, уважаемые телезрители, мы ждем их по телефону 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы. Наша программа открыта для ваших вопросов. Поэтому милости просим к нам в эфир. Владимир Александрович, жилищное строительство и перспективы застройки в городском округе Кенель. Какие цифры можете озвучить уже сегодня и вообще, как обстоит ситуация с жильем в вашем городском округе? По обеспеченности жилыми помещениями на одного жителя, это порядка 27 квадратных метров. Это очень высокий показатель даже по российским меркам. Начну, наверное, с итогов 2015 года. В 2015 году в городском округе Кенель было сдано 59 тысяч квадратных метров жилья. То есть из расчета, что в городе приживает 57,5 тысяч на одного человека, было введено в эксплуатацию свыше одного квадратного метра жилья. Это идеальный показатель. Показатель, да. И вообще темпы строительства жилья последние лет 10 в Кенеле очень высокие. Об этом даже говорит тот факт, что за последние 8 лет численность жителей городского округа Кенель увеличилась на 6 тысяч человек. То есть приезжают? Да, 8 лет назад у нас было порядка 51,5 тысячи жителей. Сейчас 57,5 тысячи. Спросом пользуется долевое строительство. Раскупаются квартиры. Уже появился целый микрорайон. От района улицы фестивальной, который застроен. Моя позиция такая. Мы с этого года уходим от точечной застройки, когда формируется и выделяется земельный участок под один, под два дома. Вот на сегодняшний момент мы уже сформировали земельный участок, площадку инвестиционную для комплексной застройки. Что такое комплексная застройка? Это земельный участок площадью 23 гектара, свободная территория, на которой предполагается строительство разноуровневых домов. Это танхаусы, трехэтажные дома и пятиэтажные дома. Соответственно, резервируются земельные участки под спортивные сооружения, под зону рекреации, в том числе под соцкультбет. В этом направлении мы работаем с фондом поддержки строительства на селе, с областным фондом. Сейчас заканчиваем формирование земельного участка и передаем им под комплексную застройку, чтобы в будущем году постараться заявиться в программу «Жилье для российской семьи». Лазарь Александрович, у нас есть звонок, я предлагаю его послушать. Здравствуйте, вы в прямом эфире программы «Город С». Мы слушаем ваш вопрос. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Я звоню вам от имени жителей переулка Шевченко в городе Кенеле. Очень приятно. Вот вы знаете, мы писали письмо в администрацию где-то в 2014 году и хотели просить, чтобы нам сделали асфальт. Потому что у нас грязный переулок, а в дождь весной не пролезть. Причем мы сколько своими силами засыпали щебенкой, все проваливается. Нам ответили, что нам не положено, так как улица небольшая, не положено асфальтирование. Вот сейчас вы сказали, что нужно отсыпку сделать. Сделайте нам хотя бы отсыпку, если асфальтировать нельзя такую нашу. Спасибо вам большое за вопрос. Владимир Александрович, ответите, пожалуйста, жители. Ну, я завтра проеду по улице Шевченко, посмотрю, в каком оно состоянии. Естественно, нужно будет уточнить, есть первоочередные планы. Это, прежде всего, выполнение тех наказов избирателей, которые уже включены. Но хочу заверить, что данная улица будет не оставлена без внимания. И если ее состояние неудовлетворительное, то хотя бы отсыпку ее щебнем. Мы в этом году обязательно произведем. Спасибо. Завтра проеду, посмотрю. Спасибо большое. Ну что же, продолжаем вопрос. Мы с вами закрыли тему по жилищному вопросу. Или есть что-то еще добавить? Не совсем закрыли. Еще дальше могу немножко продолжить. То есть это наряду с этой площадкой, которая, в общем-то, сформирована и в ближайшее время будет передана в аренду. У нас есть еще одна инвестиционная площадка, находящаяся в аренде 13 гектар. Как раз тоже под комплексную застройку. Сейчас прорабатываем вопрос с нашими коммунальными службами. По минимизации требований по технической условии. То есть там, где мы можем повлиять. Это водоснабжение и канализация. Основная задача администрации, и моя, я считаю, так, что нужно по возможности облегчить время выполнения технических условий. Вода, канализация – это все-таки муниципальная зона ответственности. И тем самым минимизировать затраты застройщика, ну а в будущем и снижение квадратного метра. Вот сейчас мы прорабатываем вопрос по уменьшению технических условий. Я думаю, они там будут по воде, по канализации минимальные. И еще одна площадка – порядка 80-90 тысяч квадратных метров жилья. А это в будущем около 2 тысяч жителей. То есть снижение будет расти за счет жилищного, прежде всего, строительства. Вы сказали о том, что цифры растут, и действительно ли на территории вашего округа рождаемость превышает смертность. И это говорит еще о том, что количество жителей увеличивается, и еще есть социальные места, где можно работать. То есть все тенденции к счастливой и хорошей жизни в городском округе Кеннели, они существуют? Да, я хочу сказать, что в последние годы рождаемость в городском округе превышает смертность. Уровень безработицы у нас один из самых низких – 1,3% – держится на протяжении последних, наверное, 5-6 лет стабильный. Владимир Александрович, я предлагаю прерывать ненадолго наш разговор. У нас есть сюжет о развитии физической культуры и спорта на территории городского округа Кеннели. Я предлагаю его посмотреть. Но если у вас еще есть вопросы, звоните, пожалуйста, к нам по телефону студии, задавайте свои вопросы. Но сейчас внимание на экран. В преддверии Нового года шестой раз спортсмены со всей Самарской области съехались в городской округ Кеннели, чтобы принять участие в традиционном турнире по тэквондо спортивного клуба «Пересвет». Этот клуб в городском округе работает с 2007 года. Играет большую роль в укреплении морального и физического здоровья подрастающего поколения. Организатор турнира, председатель судейской коллегии и главный тренер спортклуба «Пересвет» Анастасия Сергеевна Храмова. Предыдущие турниры клуба «Пересвет» проводились в образовательном центре «Лидер». А в этом году участников впервые принял спорткомплекс «Самарская ГСХ». Так же, как и численность, география турнира растет. В этом году впервые принимают участие в боях спортсмены из Оренбургской области. Тренер из этой делегации Данил Мокшин привез сюда своих подопечных от 6 до 8 лет. Программа турнира включает в себя два этапа. Сначала спортсмены демонстрируют исполнение тулей – формальных комплексов технических приемов. Затем уже переходят к основной части соревнований – спаррингу. Первыми выступают представители самой младшей возрастной категории – от 6 до 8 лет. Для многих из них это первое серьезное испытание. Турнир собрал немало зрителей. Поддержали спортсменов родители, друзья и почетные гости. На турнире кенельские спортсмены из клуба «Пересвет» завоевали 9 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых медалей. В общекомандном зачете поделили вместе с самарским клубом «Хворан» почетное третье место, уступив соперникам из Новокуйбышевска и клуба «Квон» города Самара. Живую легенду ждала живая стена. На встречу с прославленным хоккеистом приехали любители спорта не только из Кенеля, но и из Отрадного, Сергиевского, Майского, Самары и многих других известных и не очень городов и всей Самарской области. Казалось, что погода не оставила хоккеистам никаких шансов. Однако хоккей состоялся. Три финала в разных возрастных группах. Самым главным матчем стала финальная встреча взрослых команд из Кенеля и Отрадного. В жесткой борьбе Кенель Агро добился убедительной победы 4-1. Владимир Александрович, посмотрели замечательные кадры, на мой взгляд, и развитие физической культуры и спорта на территории городского округа Кенель идет очень активными темпами, что, безусловно, радует, конечно, молодежь и жителей более старшего возраста. Я прошу вас прокомментировать, вспомнить вот эти события, которые происходили буквально зимой. Я хочу сказать, что количество людей, занимающимся спортом в городском округе, очень великое и большое. И вот тут показали сюжет про визит Третьяка. Вообще, эта инициатива родилась еще в далеком 2008 году, когда инициативные жители поселка Усть-Кенельский, предприниматели, обратились в администрацию с предложением, мы заасфальтируем площадку, администрации пусть купят борта, мы хотим играть в хоккей. Поддержали. Администрация поддержала. Так появилась, в общем-то, первая в городском округе хоккейная коробка, на которой взрослые люди стали играть в хоккей, привлекать туда ребятишек. Опять же, по частной инициативе родилась идея провести в городе, в поселке Усть-Кенельский, Кубок легенд. Вот гостем данного мероприятия, которое прошло у нас 5 февраля, был как раз Владислав Третьяк, руководитель, председатель, вернее, федерации хоккея Российской Федерации. Визит был просто знаменательным и дал новый импульс в работе, а именно вот с хоккеистами, с ребятишками. Количество желающих получить автографы у Третьяка, у легенды мирового хоккея, было просто фантастическое. Наряду с хоккеем у нас очень популярна тема, вообще такой вид спорта, как вольная борьба. Около 500 ребятишек городского округа занимается вольной борьбой. Весной к нам приезжал на открытый турнир по вольной борьбе, который мы проводили тоже в поселке Усть-Кенельский, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин по греко-римской борьбе. Опять же, ребятишки, посмотрев на звезду мирового уровня, еще более укрепились в желании заниматься спортом. Есть другие виды спорта, в том числе и тэквондо, в котором наши спортсмены достигли высоких результатов. Это и призовые места на чемпионате Европы. Очередная команда, делегация в сентябре поедет на чемпионат мира среди юношей как раз по тэквондо. И здесь задача администрации оказывать помощь и содействие, желание ребятишек и их родителей, чтобы занимались активными видами спорта. На сегодняшний день в городском округе четыре универсальные игровые площадки, которые заполнены с утра и до позднего вечера ребятишками. К сожалению, на сегодняшний момент пока нет в городском округе муниципального зала для игровых видов спорта, но эта ситуация в ближайшее время будет поправлена. Мы сейчас ведем проектирование ФОКа в поселке Алексеевка с универсальным игровым залом 18 на 36 и включили уже средства на строительство этого малобюджетного ФОКа за счет городских средств. В этом году мы начнем строительство. И такой в ближайшее время универсальный игровой зал в городском округе Кенель появится. Будет построен. Владимир Александрович, а вот Центр культурного развития, какие достижения могли бы отметить в строительстве и в перспективе, конечно? Согласно федеральной программе Министерства культуры Российской Федерации, вообще единственный в Самарской области строится Центр культурного развития на принципах софинансирования. 50% федеральный бюджет, 49% областной, лишь 1% это городской бюджет. Эта площадка, мы ее для себя позиционируем, это будет молодежный центр. Это Центр молодежных субкультур. Те культуры, которые интересуют молодежь, и где они будут активно заниматься. Во-первых, здесь будет интернет-доступ. Это сейчас в настоящий момент территория благоустраивается. Срок сдачи у нас начало августа. Во-первых, это территория порядка полутора гектар, которая также будет задействована для досуга молодежи. Это катание на роликах, это скейт-площадка, это открытые сцены. Плюс внутри есть сцена и концертный зал, зал для фитнеса. Мы его хотим сделать домом, где молодежь с утра до вечера будет заниматься активно тем, чем ей интересно. Министр культуры Филипп Сергей Васильевич у нас был весной, зимой, вернее, этого года, посмотрел. Мы выступили с инициативой, чтобы данный Центр культурного развития стал стартовой площадкой для какого-то губернского фестиваля молодежных субкультур. Есть и Волга, да. А есть субкультуры, рэп, брейк-данс, скейт, этот же. Почему бы не провести такой фестиваль и молодежи не где-то без присмотра в непонятно каких условиях посоревноваться. Есть место, есть территория, она будет насыщена на полную. Ну вот я, кстати, знаю, что и развитию молодежной политики в округе удивляется очень большое значение военно-патриотическому воспитанию молодежи. Вот это, согласитесь, очень важная тема. Расскажите, над чем вы сейчас работаете? Может быть, какие-то уже соглашения заключены? Ну и, конечно же, в чем их преимущество, Владимир Александрович? Ну, начиная с того, что вот празднование 70-летия Победы дало новый импульс, новый толчок именно к патриотизму. Причем этот патриотизм среди молодежи, среди детей очень высоко ценится. На сегодняшний момент в городском округе пять военно-патриотических клубов, клубов патриотической направленности, где количество ребятишек, постоянно участвующих в мероприятиях, около 600, вот, и как не поддержать инициативу патриотизма молодежи, городу, который имеет, в общем-то, заслуги в том числе и в годы Великой Отечественной войны, это транспортный узел, бессмертный полк, в этом году у нас, кстати, приняло участие порядка 550 человек, люди сами приходят, сами ищут свои... Как не помочь, не привлечь. В этом году, 26 мая, мы с депутатом Самарской губернской думы Живайкиным Александром Ивановичем ездили в Крым на Черноморскую базу военно-морского флота, где мной было с командованием части подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Что оно подразумевает прежде всего? Черноморский флот славен своими традициями, своей историей, поэтому наши парни по этому соглашению будут через целевой призыв проходить службу на Черноморском флоте. это шефская помощь, это визит командования Черноморской базы в Кенель прежде всего. Ну и чуть-чуть более дальняя перспектива. Все-таки есть желание и у меня, как у главы города, депутатов, общественности, чтобы на Черном море появился катер либо корабль с именем Кенель. Соответствующее обращение командующему военно-морским флотом направлено ждем решения командующего. Ну и помимо всего прочего есть замечательная идея и она в общем-то уже на завершающей стадии находится. Через Министерство обороны мы приобретаем корпусную боевую технику. В городе есть парк Победы, в котором есть обелиск, вечный огонь, храм и прилегающая территория будет использована под создание музея под открытым небом, где будет установлена корпусная техника, танк, БМП, БТР, пушки. Замечательные планы. Приказ первого заместителя министра обороны уже подписан, подписан, номера техники определены, ждем подписания нарядов на получение техники. Владимир Александрович, хочется пожелать вот только удачи, ну и конечно же исполнение всех задуманных вами планов. Хотелось бы поговорить о создании работе общественных советов на территории городского округа. Кениль, в чем вы, как глава, видите их пользу для общества? Общественные советы, прежде всего, это помощь руководству городского округа. То есть, жители должны знать о планах администрации, главы городского округа, соответственно, глава должен знать о том, что, прежде всего, волнует жителей. Обратная связь, да, поэтому мы немножко, вот в этом году, я немножко модернизировал систему общественных советов. У нас с февраля заработала в полном объеме общественная палата, в ее состав вошли представители всего городского округа, это люди, пользующиеся авторитетом, имеющие опыт работы и с населением, ну, просто умные, мудрые люди с опытом. Наряду с общественной палатой у нас есть два общественных совета, это в поселке Усть-Кенельске, в поселке Алексеевка, и сейчас мы завершили, в общем-то, уже формирование территориальных общественных советов по месту жительства. Почему вот такая разбросанная сеть общественных советов? Город специфичный, то есть порядка 60% у нас частный сектор занимает, проблемы и беды, чаяния жителей частного сектора немножко отличаются от тех проблем, вопросов, которые многоквартирные дома. Поэтому по территориальному признаку разделили общественные советы, то есть это где многоквартирная застройка, где частная застройка. Кроме того, у нас есть два отдаленных от города-поселков это Лебедь, Елышни, Гегорный, где тоже будут соответствующие общественные советы созданы. Это более тесный контакт с населением, вот, работа с общественными советами позволяет довести информацию до жителей гораздо более быстрее и эффективнее, нежели, чем через средства массовой информации. Согласна. Владимир Александрович, ну что же, время наше так быстро пролетело, а я хочу по традиции программы предоставить вам заключительное слово, может быть, вы хотите обратиться к жителям своего городского округа, что бы хотели пожелать, ну и вкратце, какие перспективы? Ну, во-первых, основная цель задачи, которую я для себя поставил, это выполнить те обещания, те наказы, которые мной в том числе были даны, это работа по благоустройству, по наведению санитарного порядка, но так как любое дело проще делать сообща и вместе, поэтому я хочу обратиться к жителям городского округа Кенель, давайте вместе работать на благо нашего городского округа Кенель. Спасибо вам большое за интересную беседу и спасибо за те новости и планы перспективы, за которыми пришли поделиться. Спасибо вам большое, всего хорошего и удачи. До свидания. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин